Привет всем! Сегодня я решила обрадовать свою семью и приготовить их нелюбимый чак-чак. Мы берем чайную ложку соды и гасим ее в лимоне, в лимонном соке. Добавляем чашку. Теперь мы добавляем 3 яйца и необходимо нам аккуратненько замесить тесто. Какое у нас получилось тесто, необходимо накрыть и убрать на полчаса. Настало время раскатать наше тесто тонко-тонко. Вот какое тесто у нас получилось, тоненькое. Смотрите, чтобы было поменьше муки. Теперь будем нарезать. Нарезаем на полоски. Тоненько нарезаем каждую полоску. Тонко-тонко. Вот полосочки. Смотрите, чтобы тесто не слиплось и мы будем их жарить. Наливаем горячую кастрюлю или в сковородку высокую. Масло подсолнечное побольше. Масло мы закидываем в наши полоски тонкие и обжариваем до золотистой корочки. Перемешиваем, чтобы пропитались они маслом. Они уже поджарились до золотистой корочки. Аккуратненько. Масло горячее. И так далее мы жарим то, что у нас осталось. Смотрите, какие у нас красивые получились поджаристые полуфабрикаты. Теперь мы наливаем мед и должны немножко его сварить. Варим в течение 50 минут до густоты. Периодически помешиваем. Наш мед сварился и мы должны проверить, насколько он готов. Мед должен быть вязким и цепким. Сейчас он остынет и проверим. Вот смотрите, наш мед загустел и тянется. Значит он готов. Он еще остынет и будет в самый раз. Теперь мы аккуратно будем вливать струйкой мед и перемешивать. Теперь мы закидываем сюда орехи, грецкий орех. Тоже перемешиваем. И фундук добавляем. Добавим сгущенки. Все пересыпаем теперь в чашку и будем делать форму. Вот какая красота у нас получилась. Теперь немножко утрамбуем ее. Прежде чем это сделать, мы намочим руку холодной воде и надавим. Наш чак-чак готов. Посмотрите, какой он золотистый, красивый. Можно поставить его в холодильник на часик, потом порезать. Всем привет! А вы меня пришли. Болейте. Уна sounded не так. Субтитры сделал DimaTorzok